всем привет с вами максим вы на канале путешествие с нами сегодня снова вернемся к вопросу лучшего видеоредактора для мобильных телефонов недавно я уже рассказывал о простом и очень удобном приложении для монтажа видео на телефоне иншот кто не смотрел это видео переходите по ссылке будет интересно многие уже разобрались попробовали монтировать видео научились и выкладывают классные ролики это на самом деле очень радует до приложение классная менять наверное уже ничего не хочется но нужно переходить на новый уровень и улучшать качество своих видеороликов несколько месяцев назад я сделал это сам и теперь хочу поделиться этим с вами в этом видео я расскажу о мобильном приложении powerdirector дам полную инструкцию по его использованию а также расскажу почему нужно на него перейти с иншот устраивайтесь поудобнее впереди будет полное руководство по powerdirector а пока авансом поставьте этому видео лайк подпишитесь на наш канал не забыв нажать на колокольчик и конечно же досмотрите это видео до конца будет интересно и очень полезно а мы поехали дальше первое что нам нужно сделать это скачать премиум версию powerdirector версия 7.5.0 кстати она вышла несколько дней назад и в ней добавились очень интересные функции загружаем приложение по ссылке внизу под видео пароль к zip архиву будет видео дальше не пропустите и так устанавливаем и запускаем приложение powerdirector перед началом создания видео давайте зайдем в настройки прокручиваем экран самый низ здесь можно изменить продолжительность вставляемых видео фото текста и перехода настроить его по умолчанию к примеру вам нужно вставить в видео 10 фото и нужно чтобы они показывались по одной секунде так вот что потом не резать все 10 фото здесь можно вставить это время заранее возвращаемся на главный экран и нажимаем кнопку новый проект пишем название своего проекта и выбираем подходящий нам размер видео для youtube нужен 16 на 9 вверху файлы которые мы можем добавить на рабочую временную шкалу расположенную снизу выше файлов можно выбрать одну из вкладок видео фото музыку в левой колонке верхняя кнопка это основная видеодорожка ниже кнопка слои которые можно разместить поверх основного видео файлы для видео можно использовать из папок с телефона с камеры видео захват из google диска или жестоковые видео с pixabay и shutterstock там кстати есть из чего выбрать выбираем видео и нажимаем на его плюсик к примеру вот это если необходимо добавить несколько проделываем то же самое с остальными они появляются на временной шкале кликаем по рабочей зоне галерея пропадает зато появляется видео крупным планом что мы с ним теперь можем сделать кликаем на файл видео в рабочей зоне слева внизу появляются две кнопки корзинкой можем его удалить карандашом открываем дополнительное меню начинаем слева направо разделить прокручиваем пальцем рабочую зону вправо или влево и выбираем место в которой хотим разделить видеофайл выбрали нажали кнопку для более точного поиска места обрезки можно увеличить рабочую зону раздвинув ее двумя пальцами кстати если вы просто хотите сократить видеофайл то достаточно просто потянуть за правый или левый ползунок на файле если вы вдруг сделали что-то не так то последние действия можно отменить стрелкой назад которая находится слева в боковой панели следующая кнопка громкость здесь вы можете ее уменьшить или увеличить выключить совсем или настроить плавное появление и затухание регулируется она как и большинство в этом меню ползунком справа от вашего кадра звуковой микшер настраивает уровень громкости всех слоев по отдельности последней версии power director 7.5 была добавлена новая функция смена голоса с помощью нее вы можете изменить голос с мужского на женский или даже на бурундука с уткой из коллекции фильтров вы можете подобрать самый подходящий если вам мало стандартных то можете подгрузить их из облака выбрать есть из чего регулировкой настраиваем цветопередачу изображения настроек вполне хватает основные это яркость контрастность насыщенность и резкость присутствуют скоростью замедляем или ускоряем показ вашего видео в эффектах тоже есть из чего выбрать пробуйте выбирайте стабилизатор нормализует трясущиеся видео очень полезно будет для блогеров гладкая кожа улучшает изображение лица тоже очень пригодится блогерам панорамирование и масштабирование позволяет настроить дополнительное движение кадра выбираете пользовательское движение и настраиваете начальное и конечное положение кадра и кадр начнет двигаться сам кнопкой обрезать растягиваем двумя пальцами кадр до необходимого положения кнопкой повернуть крутим кадр по часовой стрелке на 90 градусов кнопкой переворот разворачиваем кадр по горизонтали на кнопку копировать нажимаем если хотим продублировать видео файл обратным воспроизведением конвертируем видео в обратном порядке новый файл автоматически сохранится на телефоне ну вот с видео разобрались чтобы добавить переход между видео кликаем на иконку перехода на стыке двух файлов выбираем из имеющихся смотрим что получилось для того чтобы добавить музыку или аудио дорожку с голосом необходимо снова нажать на кнопку выбора файла в левой колонке потом выбрать значок с нотой аудио также как и видео можно выбрать из папок с телефона с google диска записать с диктофона голос за кадром звуковые эффекты можно подобрать в папке аудиоклипы а музыку попробовать найти в соответствующей папке музыка выбрать тоже есть из чего тем более что помимо музыки power директор есть еще и коллекция шаттерсток прослушав выбираем подходящую нажимаем загрузить и добавляем ее плюсиком на наше видео можно добавить несколько аудио дорожек то есть к примеру фоновую музыку голос за кадром и еще какие-нибудь шумовые эффекты нажав на файл аудио в рабочей зоне слева внизу снова появляется дополнительное меню здесь мы можем разделить файл кнопкой или укоротить его ползунка кнопки громкость звуковой микшер смена голоса и копировать работают также как из видео ну надеюсь с музыкой тоже все понятно теперь самое интересное чтобы добавить поверх нашего видео другое видео в иншот мы могли добавить только картинку через кнопку стикер здесь же нажимаем на кнопку слои в левой колонке далее выбираем то что хотим добавить текст видео фото или стикер давайте выберем видео фото и стикерах настройки совпадают потом посмотрите жмем на кнопку с камеры и попадаем в уже знакомое нам меню выбираем нужный видео файл и добавляем его в рабочую зону выделяем его после чего можем нажав на него передвигать по кадру и масштабировать потянув за уголок слева внизу тоже появляется дополнительное меню которое мы уже видели правда в нем чуть больше кнопок но они их нужно рассказывать отдельно это своеобразный photoshop для видео возможно если вам это будет интересно мы сделаем отдельное видео на эту тему напишите в комментариях для того чтобы добавить в видео название или титры снова жмем на кнопку слои и выбираем текст можно подобрать уже готовый подходящий вариант а можно просто добавить текст и отредактировать его самостоятельно плюсиком закидываем его в рабочую зону выделяем его и открываем дополнительное меню внизу слева с кнопкой разделить все понятно кнопкой редактировать и вписываем необходимый нам текст под кнопкой конструктор титров спрятаны все основные настройки цвет шрифт оформление и расположение кнопкой задник включаем и настраиваем подложку текста также можно выбрать анимацию это появление или исчезание текста после всех настроек расположите ваш текст в нужное место кадра просто нажав на него и передвинуть и так наше видео почти готово просматриваем его еще раз и сохраняем верхней кнопкой справа можно конечно отправить его в facebook или youtube но давайте мы сохраним его в галерии редактируем название будущего файла и выбираем необходимое разрешение если ваш телефон позволяет то у вас и 4к должно быть нажав на настройки можно изменить место сохранения файла его качество и чистоту кадров жмем записать результат и ждем конвертации вот и все наше видео готово а теперь давайте еще раз вспомним чем power директор лучше того же иншот конечно же он более гибкий в плане монтажа видеоряда иншот больше подходит для монтажа коротких роликов с приколами самое же главное преимущество power директор это слои именно в видео слои с их помощью можно к примеру размыть фон на выделив какую-то важную часть кадра или наоборот затемнить ненужную а если использовать примочки хромакея то ваши возможности расширяются еще больше в общем скачивайте по ссылке под видео полную премиум версию power директор 7.5.0 устанавливайте и пробуйте пароль к zip архиву subscribe в комментариях напишите все ли у вас получилось и что вам больше понравилось обязательно поставьте лайк этому видео она же была вам полезна подпишитесь на наш канал не забыв нажать на колокольчик на этом на сегодня все пока а а а а а а а Продолжение следует...